Всех приветствую, мои дорогие! Накопились у меня покупки из магазинов «Подружка» и давайте смотреть, что я приобретала. Шампунь-бальзам «Принцесса». Заказывала его на сайте за 69 рублей. Они пошли в корзину и какое-то время на сайте можно было онлайн за эту цену заказать. Шампунь-бальзам «Детский для всей семьи» серии «Принцесса». Как вы видите, срок годности хороший, объем 400 мл. Вот такая здесь информация. Будем использовать. Вот здесь тоже покажу информацию. От «Эпию» за 249 рублей приобрела гель-пенку успокаивающую для лица с экстрактом босвилии. 150 мл. Вот такая здесь информация. Кому интересно, можно поставить на паузу и прочитать. Срок годности, как вы видите, тоже хороший. До 2025 года. Корейские пенки мне нравятся. Следующее, что хочу вам показать. За 69 рублей. От бренда «Я самая» приобрела гель-мицеллярный для интимной гигиеты. Ушли они в корзину за 69 рублей. Я на стенде обнаружила. Давайте также покажу вам информацию. Объем здесь 500 мл. И вот такая информация. Также на стенде обнаружила жидкое мыло, которое ушло в корзину за 49 рублей. Мне оно тоже в 49 рублей обошлось. Это у нас кедровое мыло «Агафья» для рук и тела. Питание и уход. Объем 500 мл. Срок годности, как вы видите, хороший. Они какое-то время, так же, как и остальные средства, которые я вам показала, продавались по желтой цене, то есть со скидкой 50%. Но я приобрела именно, когда они в корзину пошли. Следующее, что я вам хочу показать, это у нас молочко для тела. Заказала я на сайте по корзиночной цене. То есть обошлось мне это молочко в 99 рублей. Это у нас увлажнение и сияние. Планета Органика. Срок годности хороший. Вот такая здесь информация. За 25 рублей на сайте удалось мне заказать тоник. Это у нас освежающий тоник для лица «Натура Камчатка», «Натура Сибирика». Давайте так же покажу информацию. Девочки, не читаю, потому что плохо вижу. Но можно поставить на паузу и все посмотреть. Срок годности хороший. Объем 200 миллилитров. И вот такая информация. Единственное, не пойму, то ли он подтекает. У меня все это в сумке лежало. Может как-то боком лежало немножко. Видите? Такой влажный верх. Хотя вроде вот так, если посмотреть, ничего не вылилось. За 69 рублей приобрела я вот такой скраб. Взяла со стенда. Когда они пошли в корзину, я видела на стенде, но не стала брать. Потом через неделю видела, не стала брать. Но потом я прочитала хорошие отзывы на это средство. И так как в том магазине все еще эти баночки продолжали стоять за полную стоимость, то я все-таки решила взять попробовать. Обошлась мне эта баночка в 69 рублей. И это у нас антицеллюлитный скраб для тела красный перец. Срок годности хороший. Не знаю, почему подружка те или иные средства выводит из ассортимента. Возможно, что-то новенькое придет. Это у нас кафе Мими, если я не сказала. Дальше покажу. На сайте заказала такую коробочку. По корзиночной цене стоила она в районе 700 рублей. То есть 600 чем-то. По-моему, 649. Какое-то время можно было онлайн заказать. И полная стоимость, насколько я помню, была больше 2000 рублей. Давайте с вами посмотрим информацию. Это у нас корейский бренд. Это диски для лица с салициловой кислотой экстрактом цинтеллы азиатской. Очищающие. Давайте с вами найдем срок годности. Я, честно говоря, не смотрела. Так, что тут у нас... Так. Срок годности тоже хороший. Хороший. Так, немножко подвину штатив. У меня тут просто то, что я вам еще не показала, стоит. Поэтому приходится сначала, ну вот, прям к столу ставить штатив. за 49 рублей на сайте заказала детское молочко с пантанолом. Мне кажется, вот его, ну, долгое время можно было онлайн заказать, даже не один день. В телеграм я информацию выкладывала. Так, детское молочко с пантанолом, ежедневный уход. Срок годности хороший. Объем 150 миллилитров. Ну и, конечно, 49 рублей. Очень заманчивая стоимость. В одном из магазинов в корзине обнаружила вот такую маску для волос. Мне кажется, давно эти маски ушли в корзину. Возможно, в магазине, ну, где-то на складе завалялась. Это марка Джоанна. Вот такая информация. Я в основном последнее время ездила в магазины только если мне нужно было забрать заказы. Ну и, конечно, во вторник, если что-то для меня интересное уходит в корзины, и я, к примеру, по остаткам вижу, что в магазинах моего района на остатках есть, тогда тоже я бывает в пару магазинов помогу заехать. Такая здесь информация. Как-то хочу так поставить, чтобы все было пока в кадре. На сайте, по-моему, за 99 рублей от Эль Косметик приобрела вот такое детское масло. Мне кажется, полная стоимость была больше 300 рублей. Я еще не распечатывала. Это вот заказ был. И вот так хорошо упаковывают, чтобы, видимо, в посылке, ну, в коробке, я имею в виду, ничего не пролилось. Ну, для меня средство новое. Так питает, успокаивает кожу малыша. Ну, я думаю, не обязательно. Только для малышей можно использовать на любую кожу. за 49 рублей приобрела крем для рук молодость кожи. Я со стенда взяла. Там продолжал он как бы стоять по желтому ценнику. Ну, я за него заплатила 49 рублей на кассе. Меня спрашивали, если на стенде стоит по желтому ценнику, то какая цена будет на кассе. Если товар точно пошел в корзину и на сайте на него цена поменялась, то на кассе, конечно, вам пробьют по корзиночной стоимости. Ну, вы знаете, если я в каком-то товаре сомневаюсь, я всегда сначала прошу уточнить стоимость и потом уже приобретаю. От Краснополянская косметика за 249 рублей удалось мне на сайте поймать этот крем. Дело в том, что он уже давно ушел в корзины и был он на сайте. Пару раз я его добавляла, когда он был онлайн в корзину, но он у меня при оформлении заказа вылетал. Потом мне удалось его заказать, но буквально там прошли сутки и мне заказ в магазин отменил, потому что, видимо, не нашли они этот крем. И в этот раз опять увидела, что он онлайн был на сайте, заказала. Полная стоимость, мне кажется, была в районе тысячи рублей. Мне стало интересно попробовать, отзывы были хорошие. Ну и потом, когда изначально средство дорогое, всегда думаешь, а что же там такого в нем интересного, что, ну, такая стоимость небюджетная. Это у нас крем для лица с церамидами. Мне кажется, эта марка далеко не во всех подружках представлена. Какой-то... Сейчас коробочку отряхну. Ну, по крайней мере, в магазинах моего района я не видела эту марку ни разу. Так, давайте я вот так попробую показать информацию. Так, 24 месяца, то есть срок годности два года, то есть он до 31 августа 24 года. Ну, хорошо. По крайней мере, не совсем горящий срок. Девочки, я вот так подержу, я не вижу, что там написано, поэтому не смогу вам прочитать, но надеюсь, что кому интересно, если вы поставите на паузу, что вам будет все видно. просто мне кто-то писал, что у меня плохие обзоры, что я состава не говорю. Девочки, это не тестирование, не обзор косметики, я просто показываю то, что я купила. В составах я не разбираюсь, чтобы вам зачитать информацию, я не вижу, что там написано, это мне надо с лупой сидеть и читать. И я не думаю, что будет интересный ролик, если я буду вот так брать каждое средство, и мы с вами будем состав изучать. Показываю дальше. За 69 рублей на стенде обнаружила такую зубную пасту, то есть вышло так, что я видела, что в одном из магазинов на остатках висит вот эта паста, и когда была в магазине, увидела, что она стоит на стенде, причем стоит на стенде не за полную стоимость, по-моему, она больше 200 рублей стоила, а ценник как раз таки 69 рублей, но не желтый ценник, а вот как будто обычная цена, белый ценничек. Не знаю, почему за такую бюджетную стоимость никто не приобрел. Ну, я люблю новые зубные пасты пробовать, ну, в целом, чтобы разные зубные пасты были, поэтому я решила, что, ну, почему бы не попробовать. Я так понимаю, что они тоже давно ушли в корзину, объем здесь, вы видите, 100 грамм, так, блум суперфуд спирулина, такая информация. также многие девочки как бы в укор ставят, вот девочки срок годности, ну, можно сказать, горящие, но до этого срока годности можно успеть использовать. Многие девочки как бы в укор ставят, что я не все распаковываю, опять-таки говорю, это не какой-то обзорный ролик, где мне прислали на обзор, я вот все подробно показываю, рассказываю, это я просто показываю свои покупки, я могу вообще ничего не открывать, это не какое-то тестирование, где я вам должна какие-то свойства рассказать, или еще что-то, это просто я вот показываю, что я купила. Я не вижу смысла, например, открывать все туши, подводки, тональные кремы, если я их не планирую в ближайшее время брать в использование, и тем более, что у меня потом в итоге многие вот эти новые туши, подводки и многое другое идет просто моим близким. И, конечно же, мне не хочется отдавать вскрытое, и, ну, вы сами понимаете, что когда средство вскрываешь, как бы начинается отсчет, срока, и, получается, я открою, чтобы вам щеточку показать, потом у меня будет это открытое какое-то время лежать, потом просто испортится или засохнет, ну, тушь, например. Поэтому я не вижу смысла, я это беру для использования, а не просто, чтобы на камеру показать. И своим близким мне хочется свежее, запечатанное давать, а не вскрытое, полузасохшее. Поэтому, девочки, не обижайтесь, то, что я не считаю нужным, я открывать не буду. За 69 рублей приобрела крем от Гималая Херблс. Это у нас отбеливающий крем, выравнивающий тон кожи, стоимость вы видите. Но я думаю, подружка их вывела, потому что здесь горящий срок годности. Сейчас, девочки, где-то я его видела. Вот. В магазине, где я в корзине этот крем увидела, было три крема. У одного из них был до октября срок годности, у второго до ноября. И у этого был самый, вот, такой, скажем, максимальный срок годности. В ближайшее время пройдет у меня в использование. Кремов у меня тоже обычно сразу несколько открыто. Я пользуюсь то одним, то вторым, то третьим, как говорится. Поэтому, ну, бывает, сразу несколько срез отрываю. Я вам сейчас сам тюбик покажу. У меня сейчас как раз практически заканчивается один из кремов для лица. На самом деле, уже разрезала даже тюбик, и вот там осталось, ну, вот сегодня я еще остаточки выскребу и пойдет у меня в пустые баночки. Вот так выглядит флакончик сам. Я думаю, многие знают этот крем. Дальше покажу от Essence. За 99 рублей приобрела крем для лица. Essence пошли в корзину. Ну, ну, то, что по желтой стоимости было. Так, сейчас я найду информацию. А, здесь она. Так. Срок годности хороший. Ну, вы знаете, я так поняла, зависит от партий, что лучше все-таки срок годности смотреть, потому что одно и то же средство может быть с разным сроком годности. Так, это у нас крем для лица. флакончик. У него, кстати, были хорошие отзывы. Мне кажется, он стоил, ну, вот, изначально больше 300 рублей. Сейчас я смотрю на сайте в новинках вот из этой линеечки новый крем есть. И он уже больше 400 рублей стоит. Ну, меня привлекло, что это крем, скорее всего, с ароматом банана. Так, 99 рублей. И, ну, стало интересно попробовать. Баночка тоже стеклянная, такая тяжеленькая, хорошая. Дальше покажу вам. Из корзины взяла сыворотку от Эколотье. 149 рублей. Полная стоимость намного дороже была. Объем 50 миллилитров. И здесь тоже, вот, видите, я взяла тут еще не прям горящий срок годности, но там в корзине было несколько таких сывороток. И у некоторых срок годности, по-моему, был до конца этого года. Ну, сыворотки у меня, например, обычно быстро расходуются. Давайте на сам флакончик с вами посмотрим. Ой, уже коробку порвала. Вот так выглядит сыворотка в масле. Я, кстати, заметила, что на сайте некоторые средства потом появляются. То есть, когда я во вторник смотрю, что ушло в корзины, там, допустим, некоторых средств нет. А, к примеру, в среду или в четверг смотришь, и там уже вот вместо каких-то средств, ну, которые сто лет назад ушли в корзину, уже новые какие-то средства. то есть, вот, например, когда я вот эти сыворотки, вернее, во вторник в разделе сейл, вот этих сывороток не было. Я поэтому, когда, например, в магазине в корзине увидела, я удивилась. Думаю, или я, наверное, как-то просмотрела, но не было этой сыворотки. И я уже тогда зашла на сайт именно в этот бренд и увидела, что, да, цена поменялась. Но я еще захожу, я отзывы на самом деле смотрю. Дальше покажу. За 99 рублей от Ботавикас приобрела сыворотку. Тоже стояла на стенде за полную стоимость, но так как я видела, что стоимость поменялась на минимальную, то вот со стенда я приобрела. Мне кажется, полная стоимость больше 300 рублей была. Так, это у нас интенсивная сыворотка для лица против жирного блеска и несовершенств. Давайте тоже посмотрим, как выглядит сам флакончик. Также с утра вот смотрела, был такой интересный комментарий, что я чуть ли не вру, что я там про какие-то акции не знаю, что я день и ночь сижу, сайт мониторю, девочки, вы смотрите, прежде чем писать что-то внимательнее тогда видео, если я беру какие-то средства для того, чтобы получить подарок, я всегда об этом говорю. Я не вижу ничего плохого в том, что, допустим, если я знаю, что меня интересует подарок и от какой-то суммы он идет бесплатно, то я не вижу ничего плохого в том, если я эту продукцию куплю на эту сумму от какого-то бренда и получу подарок. Но если я в ролике говорю, что я про акцию не знала, то значит, я не знала. Мне как бы ни к чему обманывать. Например, ну, видимо, человек имел в виду акцию с котами, когда я рассказывала, что была для меня и дочки полная неожиданность, когда нам в подарок дали мягкого котика в магазине. то хочу сказать, насколько я знаю, до сих пор на сайте информации про эту акцию нет. Потом, я не всегда захожу в раздел акции, я смотрю конкретно то, что ушло в корзину, ни в какие разделы я не захожу, я не мониторю весь сайт, и я не сижу там день и ночь, у меня не настолько много свободного времени и куча других интересов, чтобы вот именно сидеть день и ночь на сайте подружки, тем более, что я не думаю, что там прям вот знаете, постоянно какая-то информация обновляется. Дальше покажу со стенда. Взяла гель-жилет для душа, это у нас освежающий лайм, сюрприз стенучка, соберем коллекцию, я в телеграм-фото выкладывала, что да, на стенде за полную стоимость многие средства стояли, но я знала, что стоимость еще неделю назад они пошли в корзину, поменялась на 69 рублей и взяла для младшей дочки, потому что она любит всякие сюрпризы. Здесь у нас вот такой вариант и здесь другого цвета. Давайте покажу информацию. я срок годности не вижу, что тут про него написано. Я так понимаю, что это, наверное, дата изготовления. Я потом посмотрю с лупой, потому что я вот так не могу... Возможно, вы уже рассмотрели. или до этой даты. Так, девочки, не пойму, если это до мая 23-го, потому что смотрите, дата изготовления декабрь 21-го. А, тут срок годности не ограничен написано. Тогда к чему эта дата? Непонятно. Так, ладно, потом разберусь. Давайте здесь посмотрим. Здесь тоже вот какая-то дата стоит. Может, они как дату изготовления это ставят, но при этом опять-таки написано, смотрите, дата изготовления декабрь 21-го, срок годности не ограничен. Непонятно. Я думаю, если аромат приятный будет, значит, там ничего не испортилось. Так, давайте немножко штатив подвину. Так, за 50 рублей из корзины приобрела мист. Возможно, у меня уже такой был, мне подобные мисты нравятся. Такая здесь информация. Мне кажется, этот бренд подружка выводит. 50 миллилитров. За 25 рублей на сайте заказала крем для рук. Это у нас белорусский бренд. 80 грамм. Так, давайте с вами срок найдем. не пойму где тут срок. Возможно, вы уже увидели. Я потом, если что-то не могу найти, слом посмотрю. Видимо, вот здесь я просто не пойму пока какие-то цифры. потом разберусь. Но я заказывала такой крем еще для сестренки с мамой. И сестренка у меня уже таким пользуется. И сказала, что ей крем очень понравился. Так, еще подвинем. из корзины за 99 рублей взяла дезодорант. Я подобные брала, но с другими, по-моему, ароматами. Дезодоранты тоже расходуются. Поэтому решила, пусть будет. В любом случае пригодится. Дезодорантами я не одна пользуюсь. Поэтому вот такая здесь информация. из корзины приобрела крем. Мне кажется, тоже во вторник про него не было информации, потому что когда я его увидела в корзине, для меня это тоже было, скажем так, удивление. И даже самое интересное, когда я его увидела в корзине, я залезла на сайт. Ну, в магазине у меня интернет безлимитный, поэтому я могу все время то, что мне нужно посмотреть. И я залезла на сайт, зашла прям вот в бренд от Невея, сделала выборку по сейлу, и там этого крема не было. И только спустя, наверное, два дня вот как раз я опять сделала выборку и уже этот крем увидела. Давайте покажу. Гиалуроновый гель летний, ой, летний, легкий уход за лицом от Невея. Давайте сроки посмотрим. до августа 24-го года. Ну, успею использовать в любом случае. Дальше покажу вам много скрабов. На сайте за 99 рублей заказала вот такой скраб. Это у нас Эль Косметик, сахарный скраб с натуральным соком кокоса. Мне кажется, пару дней онлайн можно было спокойно заказать. Девочки, почему еще такие комментарии расстраивают, что вот сидишь целый день там и ночь мониторишь? Я на самом деле у меня на это уходит немного времени, ну, если не считать вторник, когда, ну, как бы новый, да, товар появляется. Мне не надо, чтобы это все посмотреть и по всему сайту лазить. Я делаю выборку и смотрю конкретно товар, на который цена поменялась. И захожу я больше туда для того, чтобы для девочек выложить скрины, чтобы вы тоже, кто подписан на мой телеграм, могли по таким же выгодным ценам себе что-то заказать. Те скрины, что я выкладываю, я сама большую часть этого не заказываю, потому что либо у меня уже это есть, либо я это ранее заказывала, либо я в магазине это на стенде обнаружила и взяла. И я именно для вас выкладываю эти скрины, потому что я могла бы молча посмотреть, себе заказать, да, и как бы никакой информации не делиться. И, ну, возможно, по скринам складывается впечатление, что я там день и ночь сижу, но мне достаточно, может, там утром один раз, если есть время, быстренько посмотреть, ночью, если, перед тем, как заснуть, если у меня бессонница, и как бы я не сижу там целый день, у меня, мне это, во-первых, не интересно, во-вторых, у меня не настолько прям много свободного времени, как может показаться, поэтому просто после таких комментариев уже как-то, знаете, не хочется чем-то делиться, стараться, вот, что-то рассказывать, показывать. Так, вот такой скраб. Они ушли две недели назад в корзину, и онлайн я их не видела, но, кстати, еще и другие варианты, с дыней еще какой-то вариант ушел. Ну, вот, спустя две недели я заезжала в подружку на Манежной площади, и там в корзине стоял этот скраб. Мне скрабы нравятся, это также Эль Косметик, тем более вишня, мне аромат вишни нравится, и поэтому я приобрела. 250 миллилитров, полная стоимость, дороже была. Такая здесь информация. Дальше по 99 рублей приобрела еще скрабы, я их взяла в магазине со стенда, они там, по-моему, за полную стоимость стояли. И первый это у нас сахарный скраб для тела, шоколад и марокканская мята, вообще они должны были по желтой цене стоять. И первым ушел вот этот скраб с таким ароматом, тоже давайте покажу информацию. Ой, а мы с вами срок годности не посмотрели. так, тут все отсвечивает, девочки, не вижу даже, что показываю, где у нас тут срок, так, срок годности 12 месяцев, то есть до 30 марта 24 года. Возможно, многие средства идут в корзину, потому что, ну, видимо, если меньше года остается до конца срока годности, наверное, это уже как считается товар с горящим сроком годности. Здесь мы с вами, по-моему, не посмотрели срок. Тут до 30 сентября 24 года. Так, и вот сначала вот эти скрабы ушли в корзину, а через неделю ушли вот такие. Тоже обошлись мне каждые по 99 рублей. Так, это у нас идет цветок какао и красный перец. И это манго и ямайский лайм. Ну, я так понимаю, что это, конечно же, одна линейка. Давайте тоже сроки с вами посмотрим. Так, это, я так понимаю, дата изготовления, а срок годности, наверное, написан да, вот, 12 месяцев. А здесь у нас ну, то же самое. Давайте я попробую сама отодвинуться, хотя у меня стол за спиной, особо двигаться некуда. Немножко штатив подвину. За 99 рублей приобрела вот такой крем. Они тоже какое-то время по желтой цене продавались. Это у нас планета органика. И потом, когда они пошли в корзину, даже там, где они висели на остатках, ни в одном из магазинов я не видела эти кремы. И спустя две недели, наверное, ну, точно не меньше, в одном из магазинов я на стенде обнаружила этот крем. Там вообще никакого ценника не было, но так как я знала, что он ушел в корзины, то, конечно, я его купила. Вот такая здесь информация. срок годности, вот, можно сказать, да, что горящий. Я думаю, из-за этого подружка большую часть средств отправляет в сейл. Объем как-нибудь я поставлю. Дальше покажу в подарок мне дали отдав, так, это у нас по-моему, для волос что-то, да, крем-уход для сухих волос. Девочки, тоже не знаю, я помню, что была какая-то акция, когда в подарок вот это средство, по-моему, давали, и также, насколько я помню, это средство, по-моему, ушло в корзину за 99 рублей, но я вот в магазине, где мне дали в подарок, брала много всего, и когда я уже оплатила покупки, мне продавец сказала это вам в подарок, поэтому я не знаю, по какой акции мне дали, 280 миллилитров здесь, в любом случае, было приятно, что сказать, так, дальше я вам хочу показать, по выгодной цене от Невея приобрела двухфазное средство, по-моему, 223 рубля оно стоит, средство для снятия макияжа с глаз, экстракт василька, двойной эффект, представляете, я даже не могу вспомнить, пробовала такое средство или нет, я точно пробовала от Эвелин с васильком, по-моему, тоже, и не очень осталась довольна, вот, взяла Невея, потому что я решила, сейчас, если вдруг дожди будут постоянно, например, тогда я водостойкую тушь открою, ну, ее, наверное, таким средством все-таки будет удобнее смывать, также, не буду оставлять на столе, но покажу, по желтой цене заказывала я вот такие ватные диски, 49 рублей они стоили, 80 штук, ватные диски у меня как-то, знаете, очень активно расходуются, поэтому я их периодически покупаю, также я участвовала в акции 1 плюс 1 равно 3, приобрела еще вот такие ватные диски от Алпике, 180 штук, одна упаковка стоила 179 рублей, я взяла 3 упаковки, но заплатила за 2 упаковки, так, дальше покажу вам, поучаствовала я еще раз в акции, чтобы получить вот такую шкатулку, я вам уже показывала, причем тоже про эту акцию мне кажется на сайте сначала не было никакой информации, но потом на сайте, ну то есть я делала заказ онлайн и мне вот этот подарок добавился, я решила, что эту шкатулку подарю сестренке своей, потому что она тоже подобное любит, и что я заказала, чтобы получить эту зеркало с ящичком, вот такую расческу, по-моему, я не помню, на нее желтая цена была, или выгодная цена, если я не ошибаюсь, в 157 рублей она мне обошлась, на нее были очень хорошие отзывы, сама я люблю такого плана расчески, и решила, пусть будет, у нас, я уже говорила, периодически расчески то теряются, то как-то ломается, поэтому в любом случае лишней она не будет, как бы мне так все поставить, чтобы видно было, давайте вот так уже поставлю, и очередную сумку шоппер приобрела, по желтой стоимости 299 рублей стоило, мне здесь очень принт понравился, такая она вместительная, я очень люблю сумки шопперы, вот очень люблю, для меня никогда их не бывает много, скажем так, давайте посмотрим с вами, вот такой принт, ну, сзади просто светленькая, так, показала его на столе не буду оставлять, также в магазине, вот где я за 69 рублей пасту обнаружила, также я вот такую пасту еще нашла, я увидела на остатках, что в этом магазине есть такая паста, причем полная стоимость была 429 рублей, я даже удивилась, что-то, я не думала, что зубные пасты так могут небюджетно стоить, но в корзину она ушла за 99 рублей, я даже не знаю, когда она ушла в корзины, и в магазине действительно эти зубные пасты стояли на стенде за полную как бы стоимость, но на кассе цена была 99 рублей, вот такая здесь информация, отзывы также были хорошие, 75 миллилитров, восстановление и контроль также чуть не забыла вам показать на сайте заказала я вот такую скраб соду для тела, ну конечно заказала, потому что тут манго, и вообще долгое время вот эти скрабы по-моему их было три варианта можно было онлайн по 99 рублей заказать, ну то есть это корзиночная цена, так они намного дороже стоили, и я не заказывала не заказывала но после того как мне понравился скраб сухой который я вам в пустых баночках показывала где кофе с цитрусом было я решила вот такой скраб взять на пробу давайте покажу информацию так срок годности хороший скраб сода для тела танго с манго вот такая информация так и какой у нас тут объем 200 грамм мне кажется от этой марки эту марку вернее подружка тоже вывела нет ну может там конечно что-то уже новое появилось я изредка захожу в раздел новинки но в основном я смотрю что новенького из декоративной косметики появилось и вот раздел сейл смотрю так вот просто я не лазю по сайту мне честно говоря не интересно так дальше покажу вам взяла маски из корзины вы знаете вроде решила тканевые маски не приобретать но были они по 25 рублей это тоже 25 рублей стоило полная стоимость вы видите я решила взять этот бренд подружка тоже вывела это у нас Турция такие две маски давайте с вами посмотрим сроки годности кстати хорошие возможно решили просто больше не закупать эту марку может поэтому выводят все-таки возможно надо место на стендах под какую-то новую марку освободить и вероятно поэтому какие-то марки выводятся даже с хорошим сроком годности давайте я еще немножко подвину так сделаю так также я взяла по 25 рублей от essence патчем взяла я три упаковочки да это не бюджетно выходит но если посчитать что например можно баночку взять где 60 патчей тоже со скидкой но я подумала что если мы куда-то поедем банку вести не всегда удобно а вот такой ну как бы а-ля дорожный вариант очень удобен 25 рублей каждую упаковку стоила у essence по-моему вот в оранжевой упаковке еще такие есть патчи но они за полную стоимость так и продолжают продаваться а вот именно такой розовенький вариант скажем так вывела подружка это полная стоимость давайте покажу вам информацию заодно срок годности посмотрим ну я потом с сестренкой еще поделюсь поэтому я бывает беру несколько чего-либо штук потому что потом с мамой и сестренкой делюсь так что мне вам осталось показать переходим мы уже практически в декоративной косметике но покажу еще со стенда за 25 рублей взяла для педикюра давайте покажу чтобы мне не коверкать ничего ой информацию разделители пальцев я кстати потом видела в некоторых магазинах продолжали либо по желтой цене либо за полную стоимость стоять но 25 рублей они сейчас стоят по корзиночной цене из корзины взяла за 25 рублей вот такую дорожную зубную щетку они насколько я знаю насколько я видела на сайте в разных цветах ушли в корзину там точно была розовая голубая ну на стендах в тех магазинах где они были на остатках я не видела ну вот в одном из магазинов по-моему я там заказ забирала в корзине щетка лежала ну так она выглядит опять-таки если куда-то поедем можно будет с собой взять я правда не знаю поедем или не поедем ну в любом случае зубная щетка всегда пригодится дальше покажу по желтой цене то есть со скидкой 50% приобрела вот такой стик это лимитированная коллекция essence сейчас она по желтой цене продается и я помню что во многих магазинах как-то быстро это средство разобрали за полную стоимость по-моему 173 рубля стоило я решила что мне нужно как же вам показать это у нас матирующий не вижу сама ничего в общем матирующий ролик какое там слово даже не вижу девочки я надеюсь что вы что-то там рассмотрели потому что я не вижу у меня кожа в Т-зоне особенно жирнится я так понимаю что это вот как раз для Т-зоны ролик на Т-зону наносить ой какой тут скотч остатки ногтей просто можно убить сейчас я открою покажу вам я потом посмотрю информацию более внимательно вот так он выглядит мне кстати кажется как дорожный вариант тоже хороший а вот она я вот девочки вот так выглядит как он ну-ка аромат особо я не чувствую а вот тут наверное выкручивается потом разберусь как-то он вот так дребезжит как будто вот-вот вывалится надеюсь такого не случится с ним так дальше покажу вам за 99 рублей приобрела тональный крем я со стенда взяла потому что ну я в магазин поехала когда как раз эссенс пошла в корзины в магазинах видимо еще не успели в корзины убрать в тех где я была и я со стенда взяла это самый светлый оттенок в этой линейке 30 миллилитров тональных кремов как вы знаете у меня немного но при этом они достаточно быстро у меня расходуются так это увлажняющая тональная основа срок годности вы видите я вам покажу сам тюбик но пока не буду открывать в магазине были тестеры поэтому я посмотрела мне по оттенку он должен подойти он светленький вот такая информация я думаю девочки вы понимаете почему я не открываю если я в ближайшее время не буду использовать потому что мне не хочется чтобы он простоял и испортился дальше покажу тоже не буду открывать за 99 рублей со стенда взяла вот такую водостойкую тушь они по-моему в таком дизайне представлены в двух вариантах ну вторая по-моему или в розовом или в зеленом оформлении но в корзины пошла именно водостойкая тушь я решила что за 99 рублей мне нужна вот такая тут информация срок годности ну нормальный можно успеть использовать либо летом либо вот сейчас дожди потом мокрый снег допустим будет такая здесь наверное щеточка ну когда я в косметичку возьму я вам покажу конечно же и щеточку и все дальше покажу тушь тоже пока не буду открывать взяла со стенда но они ушли в корзину по 149 рублей такая информация то есть они какое-то время по желтой цене продавались я такие две туши взяла просто одну я для сестренки взяла а вторую для себя тушь для ресниц с эффектом интригующего объема причем я одну тушь взяла в одном магазине а вторую тушь обнаружила в другом магазине так давайте сроки посмотрим ну срок хороший меня кстати заинтересовали своим дизайном новой туши от Vivienne собой я в телеграм фото выкладывала особенно розового цвета как-то понравилось мне я даже хотела купить но так как пока вроде туши есть плюс я купила одну тушь новенькую я имею ввиду не из корзины поэтому решила что Vivienne Sabo потом за 99 рублей приобрела для бровей гель так что-то мне сегодня с телефоном срок годности давайте с вами посмотрим тоже в каких-то магазинах на стендах они продолжали за полную стоимость стоять и вот даже когда я на днях вчера что-ли была в магазине заказ забирала и там на стенде Essence продолжала по желтой цене стоять хотя ну уже в корзину то ушла на той неделе вроде ну тоже вот срок годности меньше года можно успеть использовать я все время в поиске какого-то идеального средства для бровей дальше покажу вам по 25 рублей взяла я сейчас все достану бальзам бальзам чеки для губ или блески для губ возможно было больше вариантов представлено они кстати сейчас и новые также появились по-моему в схожем дизайне но естественно новинки то они за полную стоимость идут а эти по 25 рублей вот цена так это у нас первый по-моему мятный я конечно не очень такой носик люблю но мне стало интересно возможно тут вкусные ароматы это по-моему банановый а это ягодный вроде я покажу вот так я еще для сестренки взяла банановый мятный просто ягодного не было больше ну я не не ездила прям по всем магазинам я буквально была в двух или трех магазинах я обычно во вторник если меня что-то заинтересует еду в магазин а на неделю могу заехать только если либо мне заказ нужно забрать либо если я по своим делам еду куда-то вот еду прохожу мимо подружки например и тогда могу зайти так я всю неделю конечно не езжу специально я имею ввиду не езжу на сайте за 69 рублей заказала это у нас база под тени отлавали я потом кстати в одном из магазинов в корзине видела убрать уже не стала вы знаете в корзине всегда есть вероятность что уже кто-то открывал этот я онлайн заказывала вот такая как будто бы миниатюрочка почему-то у меня сегодня телефон не фокусирует так это дата изготовления насколько я вижу какой тут срок у нас с вами 3 года то есть до 13 мая 24 года вы знаете что у меня в запасе баз нету что единственная база от Бэйли у меня в использовании также конечно и кремовые тени и консилер в качестве базы тоже использую я к тому что я успею эту базу использовать дальше покажу вам на сайте заказала я во-первых мне кажется он до сих пор онлайн есть за 49 рублей вот такой карандаш отлавали я правда по картинке думала что он чуть темнее так это я так понимаю тоже дата изготовления срок 3 года скорее всего да давайте посмотрим с вами мне само интересно ну такой он прям светленький я люблю разные карандаши использовать на водную линию я не наношу таким даже можно уголок глаза кстати высветлять потом сверху немножечко сияшечки добавлять следующий карандаш так это у нас тоже лавли заказывала на сайте и по-моему 49 рублей тоже стоило если я не ошибаюсь в любом случае не дороже 69 мне кажется все-таки 49 так я не вижу тут номер информация давайте откроем посмотрим а вот здесь наверное я кстати уже не первый раз на сайте вижу онлайн по 149 рублей можно по-моему от max factor карандаши для губ заказать и от других марок я видела но так как я наоборот хочу эту категорию вывести то я не заказываю то есть я не покупаю все подряд то чем я знаю что я не буду пользоваться я не приобретаю ну немного он такой твердый но кожа вроде не царапает такой серый оттенок так так же я заказала где у меня еще один за 25 рублей на сайте карандаш от эссенс вот такая тут информация там знаете бывает вот онлайн увидишь что-то по корзиночной цене добавляешь в корзину переходишь туда например вы хотите две штучки взять а там бывает вот эта кнопка плюс ну вот где количество вы прибавляете она как бы неактивна то есть видимо что-то чуть ли не по одной штучке остается и больше одной штучки заказать не получается так это у нас автоматический карандаш что-то у меня не пойму задвигается обратно или нет мягкий главное чтобы не ломался когда карандаш слишком мягкий то бывает ну у меня по крайней мере что вот начинаешь как бы линию вести и грифель хотя и не нажимаешь ломается по-моему за 199 рублей на сайте заказала карандаш для бровей от NYX мне кажется они были представлены в трех оттенках но онлайн был только вроде как в одном оттенке это у меня толп карандаши тоже периодически пробую давайте с вами посмотрим оттенок мне должен подойти он может рыжим показаться но я просто знаю что у меня на бровях подобные неплохо смотрятся дальше покажу вам хайлайтеры давайте я еще попробую подвинуться мне кажется что вообще ничего не видно никому сделаю по 69 рублей но я не из корзины я со стенда брала хотя вот в золотом оттенке потом в каком-то магазине в корзине видела так первый у нас номере 03 69 рублей я решила что мне надо я хайлайтер от essence люблю оттенок такой тоже мне очень нравится давайте сюда такие оттенки я тоже использую так а это у нас в 0 первом номере такой он тоже красивый такие оттенки сейчас в новинках появился essence хайлайтер тоже в двух оттенках но в том магазине где я видела новинки не было тестеров поэтому я не смогла посмотреть так за 149 рублей из корзины приобрела пудру от catrice такая тут информация с spf такая она светленькая что у меня тут осталось на сайте за 69 рублей приобрела пудру тоже она видно была последняя я хотела две взять но как бы кнопка плюс была не активна то есть я не смогла увеличить количество такая здесь информация банановая пудра ну она светленькая я думаю она мне подойдет в крайнем случае буду смешивать у меня как-то пудр особого в запасах не осталось а пудр вы знаете у меня тоже активно расходуется поэтому увидела на сайте заказала дальше хочу вам показать за 99 рублей приобрела палетку тоже я ее со стенда взяла мне кажется ну по крайней мере первые дни они на стендах были ничего себе девочки смотрите срок годности прошел да я ведь правильно вижу или нет а нет я сослепо решила что до 23 тройка это или пятерка пятерка вроде ну если бы даже тройка была вы знаете что я считаю все-таки что тени не портятся но это только мое мнение я никому его не навязываю то есть я не боюсь пользоваться тенями не смотрю у них за сроками годности такие оттенки в корзину вот как раз браун пошел оттенок и в корзину пошли палетки города Майами и Рим по 149 рублей они пошли так где-то у меня тут ватные диски были с мицелляркой девочки чуть-чуть осталось кто устал на два ролика разбить мне всегда кажется что я сейчас сяду прям быстро быстро вам все расскажу покажу потом выходит такой длинный ролик мне кажется такая палетка для макияжей на каждый день скажем так в теплой гамме красивые оттенки в любом случае так также из корзины за 69 рублей приобрела помаду стараюсь для губ ни блески ни помады не приобретать но иногда вот думаю ладно за 69 рублей интересно эту линеечку попробовать тем более мне понравился оттенок там был тестер на стенде вообще в двух оттенках из этой линейки помады ушли в корзины у меня в номере 406 я и помаду мне кажется со стенда взяла ну срок годности можно сказать горящий может поэтому отправили в корзину я не знаю появились новые оттенки в этой линейке или нет бывает essence catrice как-то странно пару оттенков выведут пару оттенков добавят то есть непонятно а бывает просто выведут и ничего не добавят так сейчас девочки пытаюсь вот так выглядит приятный цвет я имею ввиду упаковки вот такая помада я периодически люблю подобные оттенки особенно с теплыми макияжами использовать бывает на корейский манер ну или на азиатский то есть немножко наносите вы пальцем так растушевываете и красиво получается и последнее что я вам хочу показать что я возьму в использование я даже уже щеточку смотрела это тушь от париса я про нее слышала скажу честно меня заинтересовал дизайн я уже давно на эту тушь смотрю вот на такую красоту и потом я услышала хорошие отзывы на нее и так как у меня от Vivienne Sabot тушь практически закончилась от Essence и Faberlic хорошие туши но вот нет знаете вот этого какого-то вау-эффекта то мне захотелось что-то вот еще открыть я решила ну что я ее буду откладывать если я ее давно хочу попробовать что я ее сразу открою черная мне кажется она стоила 300 с чем-то рублей если я не ошибаюсь срок годности кстати хороший вот она была в пленочке но я использовала у меня был купон на дополнительную скидку в 15% то есть я ее со скидкой 35% приобрела как-то она мне я сейчас честно говоря не помню мне кажется меньше 200 рублей она стоила ну или 200 с копейками вот такая щеточка я еще не пользовалась пока ничего к сожалению сказать не могу но решил просто сначала вам покажу но так я ее беру в использование вот такая и это все покупки и заказы на сегодняшний день все вам показала рассказала надеюсь вы не заскучали буду с вами на этом прощаться всем огромное спасибо за внимание за ваши добрые комментарии вашу поддержку всем отличного настроения выгодных покупок приятных впечатлений и до новых встреч до новых видео всем пока до новых встреч